Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире. Это значит, что каждый из вас может стать сегодня участником нашей программы. Сегодня мы будем утепляться. Мы расскажем вам, какая шуба греет лучше, как утеплить свой дом и выбрать правильные двери, почему бабушкины носки всегда теплее и как уберечься от межсезонного стресса. Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире примеряем шубы, выбираем двери, вяжем носки, греемся чаем из алтайских трав и вспоминаем теплые летние деньки. Дорогие друзья, согласитесь, роскошные, элегантные шубки мечтает, наверное, каждая женщина. Ну, это и понятно, ведь такой красивый предмет гардероба. А вот, однако, как только планируешь купить шубу, появляется все-таки масса вопросов, какую выбрать и с чем ее носить. Совсем скоро поговорим об этом со специалистом по маркетингу салона магазина «Метелица». А пока я хочу пригласить в эту студию нашего психолога Людмилу Тутынину, которая поможет нам согреться в этот осенний добрый вечер. Добрый вечер, Наталья! Добрый вечер, Людмила! Присаживайся, пожалуйста, очень рада вновь видеть тебя в нашей студии. Расскажи всем нам, как ты греешься осенними вечерами. Наташа, все очень банально. Ну, уже пахнет эта банальность, этот чай, да? Ем каши, пью травяные чаи, общаюсь с хорошими людьми, читаю хорошие книги, позитивные. Гуляю, ем фрукты, ну что еще? И по возможности путешествую. О, так ты ведешь такой активный образ жизни, самое главное. И я так смотрю, что за травы сегодня мы будем пробовать? Это пахнет бесподобно. Наташа, маленький такой сюрприз для всех, кто придет на нашу программу. Эти травы с Алтая. Я буквально неделю как вернулась с Алтая. А эти травы с Крыма. Поэтому, позвольте, я сейчас их заварю. И будем более предметно говорить о том, каким образом я утепляюсь этой осенью. Завариваем, Людмила, завариваем, попросим даже, наверное, я так понимаю, твои летние воспоминания Алтайские и из Крыма. Кстати, как правильно заваривать такой чай? Все обычно? Ну, первонаперво, нужно знать, для кого заваривают чай. Это почти китайская церемония. Если это любимый чай, то нужно приговаривать какие-то хорошие слова. Если это, например, дочь, сын, то нужно приговаривать. Вот эти травушки я заварю для моих любимых, для моих родных. А сейчас, Наташа, ты моя родная. Спасибо, Людмилочка, спасибо. Знаешь, есть такое вот выражение, человечество сошлось за чашкой чая. Это, наверное, про нас сегодня. Вообще считается, действительно, что чай очень сближает людей, делает даже их счастливыми, согласно с этим утверждением. Да более того, мне кажется, за чашкой чая решаются очень многие глобальные даже проблемы. Почему? Потому что чай имеет какое-то особое воздействие на человека. Расслабляет, умиротворяет, подталкивает на особую какую-то душевность. Позволяет выговориться. Выговориться, да. Ну, знаешь, говорят еще, что осень – это время вязать не только печень, но и вязать теплые шарфы и носки. И прямо сейчас в этой студии мы узнаем, правда ли, что бабушкины носки всегда теплее. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, у нас в гостях Раиса Павловна Суровцова. Добрый вечер, Раиса Павловна. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что вы уже утеплились, да? Да, я уже утеплилась. Я уже начала утепляться, как уже два месяца. Сперва я вязала носочки внукам. Это вот, ну, теперь уже надо себе немножко обвязать носочком. Ну, кроме носочков, я так понимаю, что вы вяжете очень много всего. Вот я смотрю, расскажите нам. Да, вот плед я связала. Вот этот плед, которым сегодня мы украсили диван. Да, да, плед. Теперь это шарф-накидка. Покажи. Такая вот шарф-накидка. Он, конечно, теплый. Она очень теплая, она обогревает шею, она греет это вот. И грудка, если так, это получается и грудь. А можно потрогать, а? Пожалуйста. О, Наташа, как тепленько, как приятненько. Конечно, замечательно, теплая накидка. Вот и накидка. Которая на вас? Это пелена на клетках, которая очень... Она удобна тем, что когда прохладно, ее вот накинул, и начинает она уже тепло давать. Все тепленькое, все кругом получается. Ну, я так понимаю, что сегодня в нашей студии вы не будете есть без дела, будете вязать носочки. Да, да, надо же это. Ну, это уже младшему, младшему надо будет связать этот носочек. А это кому интересно? А это старший. Ага, старший. Это старшему. Людмила, а что скажешь вообще о вязании? Считается, что оно как бы избавляет от стресса, что очень актуально, да, наверное, осенью? Наташа, мне кажется, вот даже сам образ бабушки, которая вяжет носки, да, это уже фактор, который помогает преодолеть стресс. Вот я, например, настолько вот отношусь бережно к этим вот образом из своего детства, когда бабушка вязала. Почему? Потому что это можно сесть, поговорить, попить чай, Наташа, правда? Ну да, вот сейчас я и ухожу, да, побеседовать, решить какие-то важные проблемы. Бабушка какой-то совет, да, смежду делом, понимаете? А давай вот действительно спросим у Райса Павловна, как вот вы боретесь, допустим, с какой-нибудь осенней хандрой или с дождливой погодой, вот вообще в такой вот... Ой, вы знаете, что хочу вам сказать? Это если у меня, ну, какие там проблемы какие-то, что ей надо успокоиться, я всегда берусь за вязание. Оно меня успокаивает. Это самое главное то, что... Потому что мысли уже плохие, от меня уже отходят такие-то вот. А начинаешь переключаться только на это вязание. И оно так успокаивает, короче говоря. А давайте я вам еще чаек предложу. Пожалуйста. Отличное дело. Я думаю, что да, вы наверняка еще осенними вечерами и с подругами чаек пробуете разный, тоже помогает согреться. Да, конечно. Конечно, если подруги приходят, мы всегда и чайок попьем. Кстати, алтайские. И поговорим. Так что... А пахнет, как я вот чувствую этот запах на чувству. Это вообще прелесть. Ну что ж, греемся. Интересно то, что здесь трава, которая нам очень известна. Да, здесь так называемый, это чабрец и душица. Но на Алтае чабрец называют зизифора. Все говорят, будем пить зизифору. Что такое зизифора? Оказывается, это обыкновенная наша богородская травка или тимьян. Пахнет. Она действительно какая-то очень насыщенная. Паник, пожалуйста. Я даже чувствую. Я надеюсь, зрительно чувствую. Это вкусно, правда? Это приятный такой запах. Там более интенсивный запах, чем наши травы. Людмила, а вообще считается, что человек очень сильно зависит от погоды. И я все время хочу узнать, почему мы люди так зависимы от этих сезонов, межсезоний. Наташа, здесь все очень просто. Мы люди, которые зависим от цвета и от света. Так. Что значит от света? Мы выросли в достаточно яркой природе. Краски зеленые, желтые, красные, фиолетовые, синие. Наступает осень. Ну, ладно, сейчас она яркая такая, осень. Но у вас завтра будет заморозок, да? И будет все какое? Серо-коричневое. Ну, такое вот, но неприглядное. И у людей потребность. Где тот свет, который меня насыщал, да? И начинается вот эта осенняя хандра. И люди пребывают в таком состоянии до того момента, пока не выпадет первый снег. Как выпадает первый снег? Уже повеселее. Праздничность, да? Все в порядке. А скажи, пожалуйста, вот как избежать этой зависимости? Вот как уберечься от этого вот межсезонья, от этого межсезонного стресса? Есть какой-то вот универсальный такой рецепт? Наташа, есть универсальные рецепты, ну, очень простые, да? В частности, по осени не экономьте на свете. То есть света должно быть много. Почаще включайте лампы? Да, почаще включайте. Ну, у меня энергетики, конечно, сейчас могут покритиковать. Ну, мы в следующей программе поговорим, как экономить. Пока об этом. Пока как согреться. Нам крайне необходим свет. И цвет. Вот очень здорово, что вы сегодня, украшая студию, да, посмотрите, какой красивый букет. Смотрите, вот эпицентр, глаз все время, да, притягивается к этому букету, правда? То есть ты хочешь сказать, что осенью в интерьер надо добавлять какие-то яркие краски, да? Да, да, должна быть цветоуправляемая среда. Летом это синие, голубые тона, вот такие, чтобы было прохлада. А как только дело к осени, вот, видите, сегодня я даже наряд одела, вот, такой вот осенний. Мне кажется, даже Раиса полно удивилась, да, насчет цвета оранжевого в интерьере. Вы не знали об этом? Да, я не знала. Нужно, например, было бы здорово, вот, если бы наш глаз насыщался видами чего? Фруктов, фруктов, яблоки, тыква, например, там, бананы, апельсины, там, все, что яркое. Ну, тыква, это не фрукт, конечно, но тем не менее. Ну, что ж, дорогие друзья, вот, все-таки согласитесь, что наше настроение часто зависит не только от погоды, но и от красивой одежды. Кстати, в этом сезоне вязаные вещи очень даже в моде. Особенно популярны снуды с косами. Такой вот шарф является настоящим трендом осенне-зимнего сезона. Несколько лет назад этот аксессуар стал просто любимым, причем не только у женщин, но и у мужчин. Такой вот вязанный шарф прекрасно вписывается, кстати, в любой образ, поскольку существует огромное количество способов его носить. Между тем дизайнеру предупреждают, чтобы такая вещица смотрелась гармонично, ее нужно носить с куртками, пальто, облегающего силуэта. В противном случае можно просто получить слишком объемный образ, который будет выглядеть нелепо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Мы пытаемся согреться сегодня в прямом эфире самыми разными, поверьте, очень доступными способами. Так что подключайтесь, как говорится, к нам. И самое время рассказать о том, что же пишут наши телезрители, как греются они. Вот Ирина, например, сообщает, мы с сестрой пьем чай с мятой. Чай компания очень согревают. Мы с вами полностью согласны. Наверное, все-таки следует нашему примеру. А вот Зинаида сообщает, что наконец-то поменяла окна и ей стало тепленько. Так прямо написала. Ну что же, Зинаида, поздравляем вас. Руслана вяжет шарф дочери, обещает прислать нам фото. Ждем, ждем Руслана. А вот Никита говорит, что греется в тренажерном зале через день. Ну что же, Никит, ну что же, через день тоже хорошо. И Зинаида рассказывает нам, что этой осенью она решила связать плед из овечьей шерсти. Аплодисменты. Мне кажется, это действительно то, что должно согреть. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире добрый вечер, Гомель. Пора утепляться тема нашей программы. Нам очень интересно, как утепляетесь вы. Мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер, Гомель. Дорогие друзья, сегодня мы пытаемся согреться. Если вязание и изменение цвета штор вам, например, не помогут этой осенью согреться, есть еще одно решение. Это шуба. Такая покупка, согласитесь, поднимет настроение любой женщине. А вот какие шубы будем носить этой зимой, расскажет Виктория Довыденко, специалист по маркетингу салона магазина «Меха Метелица». Встречайте, пожалуйста. Виктория, добрый вечер. Очень рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, как у вас вкусно пахнет. Да, у нас чай из алтайских трав. Людмила сегодня угощает. Я думаю, что мы предложим не только алтайские травы, но еще и крымские травы. Так, готовы? Отлично. Ну что ж, шубы, чай. Настоящий интересный такой добрый вечер. Виктория, ну пока мы готовим чай для вас, скажите, пожалуйста, какие шубы модны в этом сезоне и какие все-таки модели такие самые актуальные? Что будем носить? Я хочу сказать, что самые модные шубы сезона 2017 не обязательно самые дорогие. Большим спросом пользуются шубы из мутона. Мутон – это мех, который достаточно недорогой. Если сравнивать его с такими мехами, как норка, куница. Чернобурка тоже дорогая. Да, чернобурка тоже относится к дорогим мехам. Мутоновые шубы – это те, которые представлены сегодня моделью у нас в студии. Да, совершенно правильно. И мутоновая шуба 2017 года стала настоящей королевой мировых подиумов. Что касается моделей. Самые трендовые и отвечающие всем канонам городской моды – это являются, как правило, классическое меховое пальто. Деликатная линия плеча, прямой силуэт, максимально удобная длина до середины бедра, до колена. Также к трендовым моделям сейчас относится фасон трапеция. Кроме того, актуальны также еще полуприлегающие силуэты со спущенным рукавом, рукавом полуреглан. И в моде сейчас шубы с укрупненными деталями. Например, массивные манжеты – вот яркий пример. Широкие воротники. И также массивные карманы, которые, как правило, обычно используются из пушистых мехов. Енот, чернобурка. То есть самые такие яркие модели этого сезона представлены сегодня в нашей студии? Да, но не все. Раиса Павловна, у вас есть шуба? Шуба? Да, есть шуба. Из какого меха? Кроличь. Ну, тоже хорошо, тоже тепло. А такой шубы не было? Ну, хотелось бы такой шубы. Но я хочу спросить это. А эта шуба теплая, надежная? Надежная, практичная, да? Да, шуба из мутона теплая, практичная. И вообще, если затрагивать вопрос практичности, то шуба из мутона – это как раз-таки то, что надо. Во-первых, такая шуба не боится лютых морозов. Во-вторых, ей не страшен сильный ветер. Кроме того, она восприимчива к влаге. И что самое главное, она достаточно доступна по цене. И такую шубу может позволить себе любая модница. И мне кажется, это, наверное, из тех вещей, которые, в принципе, сегодня может себе позволить любая женщина, которая есть в общественном транспорте. Ведь мы почему боимся часто покупать шубы? Кажется, если нет автомобиля, да, куда я в этой шубе поеду? Мне кажется, что в таких шубах действительно они очень практичные. Можно действительно ездить и на маршрутке, и на троллейбусе. На маршрутке, на автобусе, на троллейбусе. А как вот выбрать шубу вот так, чтобы вот наверняка, так лет на пять, так вот… Даже на больше, Людмила. На больше, да. А мы могли бы вот рассказать все секреты. Людмила, давайте подойдем к шубе. О, давай, да. Я послушаю внимательно. Значит, вы пришли в магазин, а вам понравилась шуба. Так, не стесняйтесь этой шубой производить определенные манипуляции. Во-первых, погладьте ее против борса. Хорошая качественная шуба должна быть густая. Так. Во-вторых, не стесняйтесь подергать за мех. Так. Если шуба качественная, ворсинки у вас не должны остаться в руках. А если останутся? Да нет пока, Люда, ничего не остается, я же дергаю. Ну, это уже вопросы к качеству изделия. Возьмите шубу в руки, встряхните ее. Качественная шуба не должна, ворс не должен падать. Кроме того, кроме того, обязательно всегда внимательно изучайте информацию на бирках и на этикетках. Так. И что там должно быть? Должна быть информация обязательно о производителе, адрес производителя. И что самое главное, должна быть гарантия. А сколько лет, кстати, гарантия обычно дается на меховое изделие? Два, три года, пять? Ну, как правило, износостойкость мутона в среднем 6-7 лет. Но при правильной эксплуатации, правильном уходе, такая шуба вам может прослужить и 10 лет. Ничего себе, Людмила, учитывая, как сейчас меняются модели, быстро. В таком случае выбирайте классическое пальто. А вы бы купили для себя вот такую шубу? Конечно, и я это сделала. Я думаю, это любая женщина. Понятно, в такой цветовой гамме. Правда, модель немножечко другая, но тоже я классический вариант выбрала. Спасибо большое. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. По-моему, шубы заинтересовали не только нас в этой студии, наших гостей, но еще и наших зрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Спасибо. Вы с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Соня. Так, Соня, слушай. Вот смотрю передачу и захотела купить себе мутоновую шубу, но беспокоюсь. Если мне понравится шуба, она не будет моего размера, вы подгоняете по фигуре? А, подровнять по фигуре, если вдруг. Хороший вопрос, спасибо. Вот пришла к вам вот женщина за шубкой, вот понравилась ей вот только эта модель, а размера нет. Например, большая. Это делается? Да, конечно. Наше меховое ателье «Заоснежинка» оказывает данные виды услуг. Кроме того, я хочу отдельно сказать, что если вам не подошла шуба, вы можете заказать шубу по индивидуальному дизайну. Наши дизайнеры предложат вам очень много интересных моделей, что-то порекомендуют, посоветуют и сошьют для вас идеальную шубу. Какую хотите только вы, да? Какую вы захотите. Виктория, вот я хочу спросить, с чем вообще носить шубы в этом сезоне? Какие аксессуары вот модны с меховыми изделиями сейчас? Ну, я хочу сказать, что любая шуба требует каких-то стильных дополнений. И независимо от модели фасона сам мутон, он имеет бархатистую структуру. И достаточно гармонично будут смотреться с такой шубой изделия из замши. Ну, это, как правило, замшевые сапоги, замшевая сумка. Так, что касается головных уборов. Конечно, это весьма индивидуальная вещь, у всех свой вкус. Но, покупая шубу, необходимо обратить внимание на отделку. Вот мы, например, видим, что манжеты выполнены из чернобурки. Конечно же, идеальное сочетание будет шапкой из чернобурки. Либо вот возьмем енот, так? Так. Наша вторая шуба черная. Идеальное сочетание будет шапкой из енота. А если будет сочетаться три меха на одной женщине сразу? Ну, например, карманчики из енота, здесь чернобурка, здесь мутон, а шапочка, допустим, лисия. Нет, я думаю, это недопустимо. А в ушах бриллианты. Не комельфо. Спасибо, Люда. Вот, кстати, вопрос у меня к тебе. Почему женщины так страстно хотят обязательно новую шубу себе купить? И желательно не первую, не только одну иметь, а вот их много и побольше. Вы знаете, очень часто наши мужчины свою любовь показывают через покупки. Ну, например, это купил, люблю, это купил, люблю, это купил, да. И вот уже время проходит, да, уже как бы все куплено. И вот очередная шуба, возможно, это и есть то подтверждение, что он еще любит, еще купит. Скорее всего, это где-то вот из этой серии. Проявление любви, да? Проявление любви. Мне кажется, здесь что-то более эгоистичное в нас, женщинах, чем то, о чем ты сказала. Но спасибо большое. Очень интересное сообщение есть от наших телезрителей в Вайбере. Шуба – это тепло, приятно, удобно и очень красиво, сообщает Наталья. Плюс наличие шубы определяет для женщины некий статус. Ну, в принципе, мне кажется, да. Максим спрашивает, вот, кстати, мужчины насчет шуб. От чего зависит цена на шубу? Попробуем ответить. Давайте сейчас попробуем. Да, это мужчина, который, наверное, повинился, да, или хочет доказать какие-то... Что он ее еще любит. Ну, во-первых, в первую очередь, конечно, цена зависит от самого меха. Чем благороднее мех, соответственно, и выше цена. Давайте мутон, допустим. Какой ценовой диапазон действительно мутона? Потому что люди пугаются, думают, это очень дорого. Ну, в нашем магазине красивую шубу можно купить за 900-1400 рублей. Мутоновую со всякими девочками. Да, ну, 1400 это просто как бы верхний такой. Так, итак, мы решили, что цена зависит прежде всего от меха. Так, а чего еще? Да, также цена зависит еще от фасона и длины изделия. То есть, иными словами, от количества шкурок, которые были использованы в производстве этой шубы. Ну, собственно, это и все. Уважаемый Максим, можно так, как бы сказать, уважаемый Максим, если вы очень хотите сделать что-то приятное своей супруге, но, в принципе, средств не так и много, то, видите, можно сделать что-то покороче. Посмотрите, кстати, прекрасный вариант. Чуть-чуть короче, да, но очень тепло и очень, кстати, красиво. Еще вопрос от Григория. Греет ли искусственный мех? О, мужчины наши вообще пошли сейчас вот дальше. И как отличить искусственный мех от натурального? Ну, это вот хороший вопрос, мне кажется. Да, очень хороший вопрос. Значит, что касается искусственного меха. Но я хочу сразу сказать, что искусственная шуба, она хороша только осенью, как какой-то красивый аксессуар. Зимой такая шуба вас ни в коем случае не согреет. Она не спасет вас от лютых морозов, от сильного ветра и даже от влаги. То есть все вот эти вот преимуществами, всеми этими преимуществами обладает только натуральная шуба. Ну, а как отличить? Знаете, вот в первую очередь, если вот увидеть со стороны изделие меховое, ну, как бы по внешним признакам сразу не отличишь. Но есть несколько действенных способов. Во-первых, во-первых, значит, нужно раздвинуть ворс. Если видна кожевая, конечно же, это натуральные изделия. Если видна текстильная основа, понятное дело, что это искусственный мех. Есть еще один способ. Я, правда, не уверена, что каждый продавец согласится, чтобы вы это сделали. Мы просто берем, вырываем ворс и поджигаем зажигалкой. Я не думаю, что вы согласитесь, да. Я не думаю, что... Как производитель это сделает. То есть, соответственно, если мех горит, имеет такой ярко выраженный запах жженого волоса, белковый такой запах, вот, это натуральное. Если мех плавится и имеет неприятный химический запах, это искусственный шуба. Но, в принципе, первый вариант тоже подходит, мне кажется, очень хорошо, когда можно действительно определить основу, на которой крепится мех. Да, то есть это самый эффективный способ. Я думаю, что продавец против не будет такого способа. Виктория, а что еще, кроме шуб, можно предложить сегодня модницам, которые хотят выглядеть изысканно, причем не только на улице? Да. Не только шубы. И особенно для женщин, которые ценят красоту и шик меха, мы разработали изделия из вязаного мехового трикотажа. То есть, такие изделия можно одеть не только на улицу осенью, но также и в офис. И есть такие вот нарядные модели. Вот, например, обратите внимание, Наталья сегодня примерила красивую накидку. Да, вот такую вот вещь можно одеть на красивые шикарные вечерние платья в ресторан или для похода в кинотеатр. Вот я, Распавловна, хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, если вы свою накидочку украсите кусочками меха, то ничем не будет, наверное, отличаться. Очень даже будет. Будет очень удобно, вы будете в тренде. Я уже подумала об этом, как уже сказали. Вы, я смотрю, вяжете, но внимательно нас слушаете, что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, вот насчет вязаного меха, насколько популярны такие изделия сегодня у гомельчанок? Да, они пользуются на самом деле очень большим спросом, потому что женщины, которые любят выглядеть красиво, модно и стильно, и ценят, как я уже сказала ранее, красоту и качество, шик натурального меха, они хотят быть модными не только зимой, но также и осенью, и, конечно же, летом. Ну вот, поход в ресторан, в театр, как вариант. Вы знаете, есть сообщение интересное в Вайбере. Снежана говорит нам добрый вечер, вам добрый вечер, Снежана. Мы тоже любим пить чай крымских трав со стевией, очень вкусно и полезно, если нельзя сахар, кстати. Да, вот если людям нельзя сахар, то можно согреться таким образом. Спасибо за сообщение. Елена сообщает нам, что ее греет ламинатор в процессе производства пластиковых карт. Ну, мы рады за вас, Елена. Попробуй и выговорить так сахар. Ну, вообще, да. Понятно. Вам понятно? Да. Ну, я надеюсь, многим понятно. Обожаю изделия от Снежинки, стильно, модно, красиво, сообщает нам Елена. Большое спасибо. И этим, да. А вот Елена Лункевич говорит, что очень рада видеть в прямом эфире Людмилу. Очень ценю и уважаю этого человека. Ее советы и поддержка помогли мне в сложных жизненных ситуациях. Спасибо огромное. Крепкое у вас здоровье. И всех красок осени желает нам. Так. И Павел спрашивает. Помню, помню, Елена. Спрашивает, как мы относимся к тому, что носим на себе мертвых животных. Вот так вот взял Павел. И все нам только что сообщил про наши шубы. Павел, вы знаете, вот сейчас, по крайней мере, тепло. И пока, наверное, никак к этому не относимся. Хотя, в принципе, задумываться стоит. Наверное, стоит. А вот хотелось бы обратить внимание еще на несколько сообщений. Вот Ирина говорит, в норковой шубе у меня даже походка меняется. В шубе я ощущаю себя настоящей женщиной, а не загнанной домохозяйкой. А Марина говорит, что не любит носить шапки. И спрашивает, модно ли сейчас шубы с капюшоном. Да, конечно, безусловно. А шубы с капюшоном, ну, как будто бы разработаны специально для женщин, которые не любят носить головные уборы. И я тоже отношусь к таким женщинам. И купила себе шубу именно с капюшоном. Кроме того, я хотела сказать, что наши дизайнеры еще разработали дополнительно специальные шубы-трансформеры. То есть у них капюшон отстегивается. То есть мы взяли, отстегнули капюшон и получили шубу со стойкой. Спасибо. Можно удобно, практично. И можно быть разной хоть каждый день. Ну, вы знаете, вот что касается насчет шапок, Марина, надевать или не надевать, действительно, очень серьезный вопрос. Вот очень интересно, что говорят об этом врачи, вот о непокрытой голове. Я думаю, спросим прямо сейчас у врача-терапевта Гомельской областной клинической поликлиники. Встречайте у нас в гостях Наталья Пигулевская. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дружной компании. Такой приятный аромат. Да, у нас крымские травы и алтайские. Вот, Людмила, всех угощает. И на поле разговоров прошу, так не хочется говорить о болезнях. Я кратко. Давайте, да, давайте не о болезнях, а о том, как не заболеть. Вот, например, чем опасна привычка ходить без шапки, расскажите нам. Ну, привычка ходить без шапки может быть причиной различных простудных заболеваний. В результате переохлаждения организма иммунитет снижается. Можно спровоцировать воспаление рутоглотки, лицевого, затылочного, тройничного нервов. Могут появиться отиты, мигрени. Кроме того, можно спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний. Так что, пожалуй, шапку надевать стоит. Для женщин, мне кажется, важно то, что в результате переохлаждения кожи головы происходит нарушение питания сосудов, питающих волосяную луковицу. Волосяные фолликулы тоже страдают, волосы тускнеют, выпадают. То есть можно потерять еще и красоту, да? То есть женщине нужно носить шапку как можно раньше. Вот, например, сейчас погода для шапки уже, скажите? Ну, понимаете, все же нужно индивидуально подходить по погоде. А, ну хорошо, а как правильно вообще надо одеваться в межсезонье? В межсезонье? Чтобы и не жарко, и не холодно. Ну, как всегда, по погоде. Во-первых, очень важно одеваться, обязательно нужно одеваться по размеру, во-первых. Потому что в тесной одежде, в тесной обуви... Быстрее замерзнешь, да? Ну, и замерзнешь, и это чревато развитием переохлаждения. Охлаждение? Так. Одежда, чтобы сохранить тепло, должна быть многослойной, желательно. Ну, например, вот меня интересуют шарфы, перчатки. Вот кроме того, что это очень модно, очень стильно, очень красиво. Насколько вообще серьезно стоит относиться к таким вот осенним, вот этим вот межсезонным аксессуарам? К тому, что нужно стоит относиться, потому что конечности перчатки, лучше, конечно, варежки, конечности охлаждаются очень быстро. Шарф, кроме того, что он придает красоту женщине, мужчине, он в какой-то мере даже, может быть, препятствует возникновению инсультов. Потому что кровоток, сосуды шеи страдают, и нарушается мозговое кровообращение. Вы знаете, мы, по-моему, уже напугали наших зрителей, особенно тех красавиц, которые отказываются носить шарфы. Предложу уже чай. Пусть погреется, Наталья. Пусть погреется. Кстати, насчет погреться, Екатерина задает вопрос, Вайбери, что делать, если замерзли ноги? Вот, хороший вопрос. И если замерзли ноги, во-первых, нужно постараться поскорее попасть в теплое помещение. И самое важное, не навредить пораженным холодом конечностям. Ни в коем случае не опускать ноги в горячую воду, не растирать, не протирать водкой. Некоторые могут так делать. Не растирать. То есть, если ноги замерзли, ни в коем случае не растирать. Нет. Нужно бережно относиться к тканям. Нужно надеть теплые носки, укрыться пледом, выпить стакан горячего теплого чая сладкого. Можно, если в аптечке домашней есть какой-то спазмолитик, принять. И обязательно следить, если появляются симптомы, характерные для более выраженной степени обморожения. То есть, появляется синюшность кожных покровов, появляется волдыри, нужно обязательно к врачу обратиться. И профилактически, конечно, правильная обувь. Что значит профилактически правильная обувь? Профилактика обморожения конечностей. Что вы имеете в виду? Натуральная кожа желательно, натуральный мех, правильный размер. А как насчет бабушкиных носочков? Замечательно. Это хорошо, когда ноги вот мерзнут, да? Когда в тепле. Когда в тепле. Вот все время спрашивают бабушкины носочки, почему они самые теплые. У вас есть такой ответ на этот вопрос, Раиса Павловна? Почему именно бабушкины носочки самые теплые? Бабушкины, потому что бабушки обычно все время вяжут. Из-за этого говорят бабушкины носочки. Мне кажется, потому что они с особой любовью. Да, любовь, все свое, они вкладывают в это вязание. Часто распускают, наверное, какие-то старые вещи, да? Которые уже напитаны чем-то приятным, да? И из-за этого вяжут. Это старые нитки, это вязальные. Они уже, мы даем им второй жизни уже это вот. И начинаем вязать уже другие вещи. Ох, повезло вашим внукам. Замечательно. Скажите, пожалуйста, Наталья, стоит ли вообще носить термобелье? Сегодня очень популярно, модно. Вот в чем плюсы, минусы термобелья? И рекомендуют ли врачи такую одежду в холодное время года? Да. Термобелье вообще разрабатывалось как одежда для профессиональных спортсменов. Однако в настоящее время она широко используется и в повседневной жизни. В зависимости от назначения используются различные сочетания синтетических, натуральных волокон, различные способы переплетения нитей и получают термобелье для занятий спортом, для активного отдыха, охоты, рыбалка, ну и для ежедневной носки. Термобелье очень важно правильно выбирать. Во-первых, кроме изучения состава ткани, нужно очень, ну, важно подобрать правильный размер. Потому что если белье подобрано неправильно, оно не будет выполнять свои функции, будет доставлять дискомфорт. В таком белье можно замерзнуть. Положительными моментами термобелья, во-первых, оно отводит влагу с поверхности тела человека и сохраняет тепло. Оно легкое, оно легко в уходе, оно быстро сохнет. Но такое белье нужно очень аккуратно носить людям с хроническими кожными заболеваниями, с аллергиями. В таком случае это может быть несколько часов в день и не ежедневно. Еще в таком белье, если не двигаться, на улице можно замерзнуть. И его приходится часто стирать, может быть, это отрицательный момент. Но он не перевешивает те положительные стороны, которые дают ношение термобелья. Спасибо большое. Я вот смотрю, Людмила очень... Наташа, термобелье это из нанотехнологии чудо? Что-то откуда-то оттуда, да? Да, которое держит тепло, да. Знаешь, такие вот... Нет, это просто... Я просто не знаю, поэтому спрашиваю. Ну как, я не знаю термобелья. Термобелье это, которые, да, вот всякие маечки, штанишечки, знаешь, вот надевают. Мужчины в основном носят. Ну, женщины тоже это облегающие такие вещи. То есть ты не знаешь, что такое термобелье? Нет. Но это белье, которое удерживает тепло, если я правильно понимаю. Оно отводит влагу, излишнюю влагу с поверхности и сохраняет тепло. Мне кажется, знаете, один из актуальных вопросов сегодня, это как избежать вот этой сезонной простуды, которая сегодня всех тревожит. Наталья, расскажите нам. Ну, наверное, это всем известно, ничего нового не скажу. То есть чай, это мы делаем правильно. Ну да, конечно, конечно. Греемся носками, утепляемся меховыми изделиями. Так, что еще посоветить? Повторюсь, обязательно одеваемся по погоде. Очень важно. Нельзя допускать переохлаждение организма. Во-вторых, нужно полноценно, сбалансированно питаться. Употреблять достаточное количество воды. Правильный водный баланс – залог хорошего иммунитета. Физическая активность поможет не заболеть. Обязательно проветривать, увлажнять помещение. Как можно чаще в течение дня мыть руки с мылом, промывать нос теплой водой. Отдыхать, высыпаться. Уставшему организму сложнее бороться с вирусами. А стоит ли употреблять для профилактики какие-то противовирусные препараты, например? Для профилактики? Ну, все так индивидуально. Малина, например. А, ну такие препараты. Имбирь, малина, да, конечно. Самое лучшее, правда? Брусника, клевка, конечно. Вы знаете, вчера буквально вечером почувствовала вот что-то, вот чувствую какое-то недомогание и очень переживала, потому что все-таки эфир сегодня прямой, надо готовиться, надо работать с людьми. И, честно, распереживалась. Думаю, что делать? Ну, аксалиновую мать, говорят, уже как бы давно не актуально. Ну, мне она помогает. Да. Кому как? Чеснок. И вы знаете, сегодня чувствую себя хорошо. Был вечером чеснок, и вот, да, и как? Это вообще хорошее средство? Хорошее. Да, может быть, за мной и помогло. Это всегда, да. Да, я к чему веду? А что сделать вот при первых самых первых признаках вот какого-то недомогания и простуды? Допустим, ты еще находишься на работе, и нет каких-то подручных материалов, что посоветуете? Как можно чаще промывать растворами, отварами, ну, на работе, солевым раствором на работе получится. Чайная ложка соли на стакан воды, замечательно. Дома это может быть отвар трав. Что промывать? Ротоглотку. Полоскать рот, промывать нос соленой водой. Хорошее правило по выходу из дома и по приходу домой промывать нос соленой водой. Увлажнять обязательно. Носовые ходы должны быть влажные, чтобы вирусы там не жили. Чтобы вирусы там не жили. Очень хорошее замечание. Спасибо большое. Есть сообщение, если можно коротко, как одеваться, если есть аллергия на холод? Ну, такой вопрос, знаете, если есть аллергия на холод, во-первых, я бы посоветовала дообследоваться сначала. Потому что аллергия на холод может скрывать наличие других каких-то проблем. Ну, если это установленный диагноз, холодовая аллергия, то, во-первых, обязательно защищать открытые участки тела перед выходом на улицу. Сейчас есть масса специальных защитных кремов. Нательное белье должно быть из натуральных тканей. Это лен, хлопок. Повторюсь, опять же, многослойность сохраняет тепло замечательно. Ну, и общие укрепляющие какие-то мероприятия. Спасибо большое. Есть еще вопрос от Ольги. Точнее, не вопрос, а замечание. У меня нет приличной шапки, в этом году буду мерзнуть. Ольга, ну, мне кажется, можно решить как-то этот вопрос, наверное. Вот сегодня у нас столько интересных женщин присутствует в студии. Я думаю, у кого-то обязательно найдется какой-то выход из положения насчет шапки. Вот можно связать шапку, например, да? Я так понимаю, Виктория, пошить ей можно. Я думаю, мы пригласили в наш магазин «Метелица». У нас очень большой ассортимент головных уборов. И головных уборов тоже. Различных фасонов, моделей. И также с использованием различных мехов. Это и мутон, и норка, и лиса, и еноты. Кстати, кстати, у нас сейчас грандиозная распродажа меховых головных уборов. И можно купить красивую шапочку из лисы, из енота, по очень выгодным ценам. Всего лишь за 40, 60 и 85 рублей. И даже здесь головные уборы, которые стоят 25. Их, конечно, мало, спешите, но такие... Ничего, Ольга, наши эксперты не дадут вам замерзнуть сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, пока женщины вяжут и выбирают шубы, мужчины утепляют дом. Вот какие двери защищают и согревают? Об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Какие двери помогут сохранить тепло и создают уют в доме? За советами мы решили обратиться к настоящим профессионалам. Встречайте, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях менеджер по продажам дверной компании «Юркос» Екатерина Карпова. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей уютной компании. Чайку? Да, конечно. Не откажусь, называется. Людмила? Крымский, алтайский? Давайте крымский. Ну вот, видите, как мы сегодня утепляемся. И, конечно же, без дверей сегодня никак. Давайте расскажем нашим мужчинам, из чего сделаны вообще современные входные двери. На что можно рассчитывать? Ну, в первую очередь, это качество металла, толщина металла. Потом используются щиты МДФ разных ширин. Все можно увидеть в наших салонах, прийти, посмотреть их более детально. Наши менеджеры проведут высококвалифицированную консультацию. Все можно пощупать? Все можно пощупать, потрогать. У нас большая экспозиция дверей представлена. Скажите, пожалуйста, а какие входные двери считаются самыми долговечными? Это, наверное, такой женский вопрос, да? Хочется уже поставить, и так, чтобы надолго. Ну, самые долговечные двери – это те, которые не эксплуатируются. Интересный ответ. Так, чем больше толщина металла, конечно, они более износостойкие. Мы используем грунты специальные, атмосферостойкие, если это частный дом. Используем покрытие специальное для частных домов, фенорит покрытие. И для межкомнатных тоже мы используем МДФ-щиты с разными покрытиями. Вы знаете, всегда интересовало, какие должны быть характеристики у двери, что должно свидетельствовать о том, что та или иная дверь действительно сделана качественно, что она прослужит долго. Вот как не обмануться? На что обращать внимание? В первую очередь надо обращать на саму модель, которую вы выбираете, как она сделана, как швы в ней сделаны. Обращать внимание надо на производителя. Можно всегда почитать отзывы, которые пишут на наших сайтах. На форумах? На форумах, да. И, конечно же, слушать наших консультантов, что они говорят. Как-то принято считать, что металлические конструкции самые долговечные, самые надежные, самые прочные. Так ли это? Ну, если брать в учет, что это металлические двери, то, конечно, да. Межкомнатные двери металлические не ставят. Там используется в основном массив. А если брать входные двери, то, конечно, да, это металл. Катенька, а вот можно задать вопрос? Сан-ремонт делает, да, вот вы заговорили о межкомнатных дверях. Была у знакомых очень красивые двери, но как-то не спросила. Вы знаете, матовые, ну, во-первых, они белые, да, белые. И то ли эмалированные, я не знаю, как это называется, но очень презентабельно. Что это за двери? Ну, это двери белые, я так думаю, это эмалевые. Используется как основа массив сосны. Это практически в любых дверях используется. Наверх идет тонкая подложка МДФ. Она вышлифовывается, красится, и получается идеальная ровная структура. И праздничная, поэтому они... Конечно, они используются как с остеклением, так и без остекления. И дорого это? Ну, это не дешевые двери, это не бюджетные. То есть это считают, что такие более эксклюзивные что-то? Конечно, эмалевые двери, они более эксклюзивные. Ну, а цену мы знаем, можем назвать сегодня? Или это все зависит еще, наверное... Ценовая категория у них идет в районе 400 рублей. Подобных вот дверей. Да, смотря, что вы выберете, остекление, не остекление. Ну, то, что мы тут на вашу, правда, можно назвать. Конечно. Либо это классика, либо это модерн. Вот это подход, да. Давайте поаплодируем нашим гостям. Мне понравилось, спасибо. Вы знаете, есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Я дам вам. Мне очень нужны двери в загородный дом. Так. Живу я в 20 километрах от Гомеля. Так. Как вы работаете с такими заказами и как долго ждать заказ? Спасибо большое за городный дом. По-моему, 20 или 30 километров от Гомеля, если я правильно услышала. Работаете с таким? Да, спасибо за вопрос. Мы, конечно, работаем со всей республикой. Мы работаем по Гомельской области тоже. У нас есть и выезды замеров бесплатные, есть и доставка у нас. Двери под ключ мы ставим. Можно выбрать, опять же, в нашем салоне любые двери. И мы предложим вам полный комплекс услуг. Приходите, пожалуйста. То есть завтра нашему телезрителю нужно прийти к вам в салон? Или это можно сделать дистанционно как-то через сайт и заказы? Ну, конечно, лучше прийти в салон, чтобы именно... Четко понять, что хочешь. Да, чтобы четко понять, что хочет, определиться с моделями. И потом мы уже отправляем ребят на замеры. Как быстро замерщики приезжают? Как быстро замерщики приезжают практически в день всегда. Так. А доставка зависит от того, что вы выберете. Ну, как долго делаете, например, одна дверь? Одна дверь, как долго. Есть складская программа, у нас огромный склад. Там много чего представлено. Мы их отгружаем в течение даже нескольких дней, недели. Есть заказная позиция, это 30 рабочих дней. То есть смотря что вы выберете, опять же. То есть это те белые двери, про которые я говорил, это 30 дней, да? Они есть и по складской программе, и по заказной программе. Ты же красивое хочешь, Люда. Не, ну я поняла, что красивые шубы, красивые двери, это все мое. Все мое, да. Вы знаете, есть еще вопрос от Юрия. Вайбере защищены ли металлические двери от промерзания? Вот как раз тему нашей программы, чтобы согреться. Защищены, можно сказать, все. Но надо смотреть, если это частный дом, чем больше контуров уплотнения, тем они теплей. Чем толще ширина металла, то тоже они будут теплее. Потом надо смотреть, что используется внутри для утепления дверей. То ли это минвата, то ли это полистирол. Вот за счет чего, кстати, создается изоляция? Какие технологии вообще со временем используются? Надо смотреть и внешний вид, потому что как частный дом, как правило, используются два счета МДФа, внутренний и наружный. И используется металл у них более плотный. И минвата внутри. Это тоже утепляет наши двери? Это тоже утепляет, да. Мы используем, как правило, импортные материалы во всем дверях. Какие сами надежные двери? И какая цена у них? Потому что я хочу тоже поставить дверь. А вы живете в каком доме? В новом, старом? Это в пятиэтажке. Пятиэтажные хрущевки. А этаж какой? У меня четвертый. Четвертый. Вот, кстати, влияет ли на стоимость двери действительно расположение квартиры? Мы же про входную дверь говорим. Ну, если брать в учет квартиру, то, в принципе, не влияет. Можно ставить любые двери. Влияет больше, когда мы ставим в частный дом. Там надо уже атмосферостойкие двери использовать. И атмосферостойкие щиты, и грунт. В квартире можно поставить, как и простую дверь базовую. Что значит простую базовую? Вот, например, Раиса Павловна и ее соседи захотят завтра у вас купить дверь. Какая это должна быть? Дверь в пятиэтажном доме. И вот по бюджетному варианту. Что можете посоветовать? Ну, если бюджетный вариант, то МДФ-щиты тогда, в принципе, не используются. Используется тогда металл снаружи, внутри. Вспоминайте, металл снаружи, металл внутри. Внутри используется МДФ какой-нибудь тонкий. Но, опять же, клиенты некоторые выбирают и более дорогие двери, которые ставят и в частные дома. Сколько будет стоить такая дверь? В квартиру можно любую дверь поставить. Ценовая категория идет, в принципе, от рублей 250-300 и до 1600. Петерин, мы вас уже умучили своими вопросами. Давайте вот вы... Да, чаю, пожалуйста. А пока я вот прочитаю в Вайбере сообщение, есть от Матвея. Интересуют очень межкомнатные двери наших телезрителей. Спрашивают, что сегодня в моде, из какого материала лучше заказывать. И сразу Елена Клюквина спрашивает, в чем плюсы и минусы деревянных дверей, как правильно за ними ухаживать. Готова ответить? Да, конечно. Конечно. Деревянные двери – это экологически чистый материал. Мы используем как сосну, ольху, дуб. У нас есть разные производители по дверям из массива. Ухаживать, конечно, за массивом – это более деликатные двери. Там надо использовать специальные полироли. Для поддержки влажности должна быть в помещении. И вопрос про межкомнатные. Что в моде, из какого материала лучше заказывать? В моде? Это вообще самое надежное. Это дверь должна быть межкомнатная. Потому что мало ли что, там коррозия какая-нибудь появится. Или что-нибудь. Все-таки влажность бывает у нас. Вот в ванной, например, мы это моемся. Все это. И влажность в ванне. Чтобы дверь не испортилась. Каковы сегодня технологии? Они помогают этого избежать? Какие двери можно? На двери, конечно же, лить с душа не надо. Ни на какие. Конечно, не наливаем. Все же таки. Просто от влажности в помещении с ними ничего не станет. Даже с базовыми дверями они служат 10-15 лет. И даже дешевые двери из МДФ. Конечно, чем выше ценовая категория, чем выше качество дверей, тем больше они вам прослужат. То есть даже элементарные двери, современные, очень спокойно выдерживают влагу. Я правильно поняла? Да. Спасибо большое. Вы знаете, в каждом деле, мне кажется, особенно в таком важном, как интерьер, это как и гардероб, все-таки очень важны детали. Вот всякие механизмы, фиксаторы, ручки. Скажите, пожалуйста, какое место в современном, вот как-то выразить, там, дверном дизайне, все-таки занимает сегодня вот эта фурнитура. Что интересного предлагает сегодня рынок потребителей? Фурнитура, это, конечно, очень важно для дверей. Предлагаем мы различных производителей, и китайские, и российские. У нас есть и итальянские производители, очень хорошая. Есть магнитная фурнитура. В основном мы сейчас используем, чтобы были полиуретановые язычки. Мы уже металл не ставим практически. Это более бесшумные механизмы считаются. Согласитесь, что может украсить дверь лучше, чем правильно подобранная ручка? Вот, дорогие друзья, чего только не предлагают сегодня производители дверных аксессуаров. Например, есть такое понятие, как исчезающая дверная ручка, которая прямо испаряется на глазах, когда дверь закрывается. Или даже умная дверная ручка для входных дверей с встроенным объективом и сенсорной панелью ввода. Кстати, открыть такой замок можно при помощи смартфона, индивидуального кода или просто обычного ключа. Ну, креатив и оригинальность дизайнеров современных просто не знает границ. Очень много оригинальных идей. Это и кодовые замки, и даже фурнитура, за которой видно, кто стоит за дверью. Но сегодня у нас более приземленный разговор, да, хотя, видите, выдумка ого-го. Владимир задает вопрос, правда ли, что стеклянные двери не боятся перепада температур и абсолютно бесшумны? Правда ли? Ну, то, что они не боятся температур, это, конечно, да, потому что стекла у нас используются и в окнах, и в машинах. А что касается бесшумности, то, в принципе, это зависит от фурнитуры. Скорее, от крепления, да? От крепления, конечно. Потому что язычок, если он металлический, он будет делать звук. Если магнит, это считается более бесшумным механизмом, это самый бесшумный механизм. То есть, опять же, зависит от того, как вы комплектуете дверь. Екатерина, вы столько знаете про двери, я прямо удивляюсь. Мы тут о шумах, о вязании, о чай. Да, девушка отвечает на такие мужские вопросы. Респект. Но, по крайней мере, мы говорим о том, как согреть свое жилище. Это тоже очень важно. Женщина тоже за это отвечает. И мне очень нравится сегодня такая активность Раисы Пауны. Посмотрите, ее интересует, какие двери должны стоять в ванной, какие двери поставить в дом. Кто, как не женщина, об этом позаботится. Правда? А мужчина уже сделает так, как... Ну, как женщина. Как надо. Ну что ж, кстати, вот насчет стекла. Насколько вообще популярны двери со стеклянными деталями сегодня в декоре? И как правильно выбирать такие конструкции? Ну, со стеклянными деталями очень популярны двери. В основном практически каждый клиент использует такие двери. Потому что глухие модели, как правило, не столь популярны. Это какие-то кладовки, туалеты, чтобы было меньше остекления. Там, где скучненько так, да. Да. А так, конечно, залы мы используем и матовые стекла, и прозрачные стекла. То есть есть выбор, можно заказать абсолютно любые, какие вы желаете. Ну, в определенных производителях. Вы знаете, вот Аркадий задает вопрос, ну, по-моему, мы уже как бы затронули его сегодня в программе, но, может быть, вы захотите дополнить. Каковы условия доставки и установки ваших дверей? Доставка в городе у нас осуществляется бесплатной. Так. И установка? Установка. Ребятам надо платить деньги за монтаж. Но это все входит в договор, наверное. Нет, в договор и в монтаж не входит. Мы... В договор входят только материалы, и мы предоставляем высококвалифицированных специалистов по монтажу дверей. У нас в штате есть монтажники как и по металлу, так и межкомнатных. Мы можем любых ребят предоставить. Кто-то ставит более дешевые двери, кто-то ставит более дорогие двери. Но речь идет о качественной установке. Конечно. Употребляйте, попробуйте наш вкусный чай. Я пока расскажу, что компания Юркос, дорогие друзья, является победителем в номинации сеть мультибрендовых дверных салонов номер один Международного фестиваля конкурса «Выбор» года 2016. Меня очень интересует, к чему же все-таки обязывает такое звание? Обязывает, конечно, в первую очередь к качественному обслуживанию клиентов. Обязывает к качественному монтажу и после гарантийному обслуживанию дверей. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас есть очень интересное сообщение, вот такие вот, завершающие нашу программу. Вероника пишет, что греются на даче, у печки, смотрят нашу программу. Спасибо. Аж теплее стало и захотелось повязать. Ну, мне нравится, что такая реакция есть сегодня у наших зрителей. И спрашивает Вероника, сколько ж петель на носочки надо набирать? Раиса Павловна. Ну, здесь зависимость от объема ноги. Ну, например, на жирскую ногу. Ну, например, это 40 петель. 40 петель, средняя ниточка, я так вот смотрю, да, у вас? Ну, здесь, на зависимости еще от нитки. Вот от этого? У нас в две нитки. В две нитки. Вероника, пожалуйста, вот от этого, наверное, и отталкиваетесь. Скажите, получилось у вас в прямом эфире довязать носочки? Или еще много стоит работы? Нет, еще, конечно, еще обязательно. Но было удобно, комфортно у нас? Да, комфортно. Вот это самое главное. Элла спрашивает, какая шуба лучше, норковая или мутоновая? О, ну, это достаточно интересный вопрос. Так. Ну, скажем так, что норковая шуба это более дорогая статусная вещь. И ее стоимость, ну, скажем так, от 3000 белорусских рублей и выше. Мутоновая шуба, она более предназначена для повседневной носки. Мы уже говорили, да, об этом. Да, мы об этом говорили. И я хочу сказать, что она более теплая, чем норковая. Норковая шуба легче, но она не так хорошо сохраняет тепло. Вот. И, как мы тоже говорили уже об этом, что, в принципе, ценовой диапазон красивой мутоновой шубы всего лишь 900-1400 рублей. Спрашиваете еще, когда будут скидки, акции в вашем магазине? В настоящее время у нас есть скидки до 50% на коллекции прошлых лет. А что касается выгодных условий, то сейчас в магазине Метелица действует рассрочка 9 месяцев на шубы и жакеты из меха, а также навязанный меховой трикотаж 6 месяцев. Кроме того, с этого года мы внедрили карты рассрочек, халва 4 месяца и карта покупок 6 месяцев. Добро пожаловать в наш магазин по адресу город Гомель. Без добро пожаловать, конечно же, никуда. Татьяна спрашивает, Татьяна интересуется, если можно коротко, ответьте, пожалуйста, можно ли перешить шубу из мутона у вас? Можно. И Надежда сообщает, спасибо большое партнихам Зао Снежинка, которые перешили мою шубу очень качественно. Буду зимой щеголять в обновке. Ну что же, аплодисменты за Зао Снежинки. Ну что же, дорогие друзья, теплые носки, горячий чай, надежные двери, натуральная шуба. Ну вот, что еще надо, казалось бы, чтобы согреться, да, вот этой холодной порой? Ну, мне кажется, может быть, еще теплые слова, знаете, вот такие друг к другу. Мне кажется, что осенью они обычно очень-очень согревают. Я хочу поблагодарить вас за участие в этой программе. Дорогие друзья, это был Добрый вечер. Гомель с Натальей Волынец. Берегите, пожалуйста, друг друга. Хороших вам выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин